Вопрос такой забавный. Как живут темные, ну нет, черные силы такие? Как рождаются, чем питаются, как растут иерархически? Ну что, почему? Правильный вопрос. Может, у них копыта растут или хвосты вырастают. Ну вы знаете, большинство черных, которых я знаю, по крайней мере, сталкивался, рождались так же, если на земле, они рождались так же, как все остальные. Другого способа пока еще нет. Питались так же, понимаете, может, в детстве они были нормальными детьми и так далее. Бывает, конечно, сущность черная уже сама по себе, то есть уже паразитическая сущность входит. Бывает такое, это, конечно. И, естественно, когда начнет развиться, она идет, уже движется по пути такому паразитическому самому началу. Но бывает, что нормальная сущность, просто начинает, возникает определенный конфликт, амбициозный. Понимаете, очень хорошая почва для паразитов, это вот амбициозность человека. Человек хочет быть ого-го чем или кем, и при этом не хочет ничего делать. Вот хочу быть, помните, хорошая сказка, золотая рыбка, помните, да? Хочу быть владычеством морской, чтобы золотая рыбка у меня была на посылках. Помните, да? Вот раз, сказал и стал, да? Ну, хорошо, владычеством морской, попахать нужно, чтобы стать владычеством морской, да? Нет, раз и так далее. Очень часто, когда возникает конфликт ситуации, когда о своем молодости, когда максимализм большой, человек считает, что он знает больше всех и вся, хотя на самом деле часто не так, в большинстве случаев не всегда, но в большинстве случаев не так. И он считает, что ему не дают, не пустыкают, он достоин большего и так далее. И вот возник конфликт между возможностями и желанием, и на этом очень сильно черно играет, особенно когда социальная система паразитическая существует. Это очень четко ловит и предлагает. Вот, пожалуйста, мы тебе даем возможность, ну, я зачитал в начале встречи, как говорится, послание Архангела Михаила, да? Это пример, очень хороший пример, вот когда амбиции заклинивают мозги. Вот черные там очень сильно играют, понимаете? Человек не должен думать о том, что, какое он положение занимает, сколько ему восхвалять будет или не будет восхвалять, ругать будет или не ругать, будет там благо приносить или нет. Нет, человек должен думать о том, что он делает и делать то, чтобы подсказать его сердце, то, что требует душа, разум и гармонии. Он должен действовать и не думать о том, к чему это приведет и так далее. Вот когда будет такое, то тогда человек действительно будет развитие вперед и без всяких проблем. Никто, в светлой иерархии, допустим, никто никого не может ограничить в развитии. Если вы достигли какого-то уровня развития, вам и дадут задачи с уровня ответственности. Вас никто не будет ограничивать, что вот ты недорос, типа и так далее. Там нет таких понятий. Ученых-то есть, там так, как в армии, да? Устав пункт номер один, начальник всегда прав, пункт номер два. Если начальник не прав, смотри, пункт номер один. Это вот, в принципе, черные действия так. Ну, это утрирован устав армейский, это же шутка, но в каждой шутке есть двое шутки. Так и у черных то же самое. Их иерарх, он будет действительно мешать развитию других. И там получается всегда как? Начинается драка, как в волчьей стае. Когда подрастает новый лидер, он начинает драку, не ложись на смерть, с старым лидером. И если кто-то побеждает сильнейший, и опять или старый продолжает быть лидером, или новый вожак становится. Вот это принцип волчьей стаи в черных иерархиях. В светлой иерархиях такого никогда нет. Зачем? Работы столько, хватит всем. Но это, опять-таки, в черных понятиях это получает преимущество все. В светлой иерархиях любое повышение иерархийское – это взваливание дополнительной ответственности. Это не права, а ответственность, обязанности. Немножко отличается, да? Немножко так вот. Поэтому здесь нет такого момента, что вот черные развития… Развитие черных очень невысокое. Они действуют очень примитивно. Что они делают часто, опять-таки, в книге я это отражал, старался отразить, то они используют для этого, захватывают потенциалы светлых, находя их слабые места, потому что, вы знаете, когда кто-то развивается, он уже не может знать все и вся. Наткнулся на что-то, развился в этом направлении. А соседний участок, пока не наткнулся, остается белым пятном. Поэтому черные действуют очень хитро, как паразиты все. Они выискивают у противника пробелы, такие провалы эволюционные, и наносят удар туда, где нет защиты, и тогда, если тот, на кого он нападает, не успевает быстро среагировать, то он оказывается захваченный. Его используют уже как куклу, как зомби, и он начинает действовать уже по воле того, кто его захватил. Это, конечно, худший вариант. Так что черные сами, развитие высокого уровня, конечно, они выходят, уровень развития выше, чем планетарный, но если брать выше, то высокого уровня в принципе не могут достичь. Потому что методы, которыми они действуют, приводят не движение вперед, а движение назад. И наступает точка, где они, конечно, упираются в качественный барьер, выше которого они уже двигаться не могут. Именно поэтому они придумали систему паразитирования на всех остальных. Они не могут сами создать большой потенциал, потому что для этого нужно иметь развитие. Что они делают? Пирамиды. Создать пирамиды, когда собирают потенциал с остальных и используют для своей цели. И так далее, и так далее. Можно приводить очень долго, много факторов. Но черный путь развития, он мертвый путь развития в своем определении. Но они все равно же, пиранья тоже жить хочет, да? Вопрос, нужно ли позволять, чтобы она вас жрала? Это уже ответ вы сами должны давать. И хотите ли вы, чтобы пиране вас пожирали? Или там крокодилы, или волки, ну неважно. Поэтому здесь нужно просто-напросто понимать моменты, понимать различия. Но черный действительно очень сильно ловит людей на амбициях. Вот как Соболев, кажется, да? Соколов? Тот, который правительственной вселенной был, помните? Соболев. Человеку приходит, контакт возник, даже не знаю с кем контакт, и говорит, мы назначаем тебя правителем вселенной. Неплохо, да? Скажите, кто бы сказал, чтобы быть правительственной вселенной? Есть такие? Поднимите, кто не хотел бы. Ну, часть людей не хотели бы, да? Значит, остальные хотели бы, да? А и поймал вас, видите как. Вопрос к нему был. Он тоже был не против правительственной вселенной. Его назначили. Значит, все, кто не поднял руки, значит, тоже могут назначить правительственной вселенной. Вопрос. Хорошо. Что задать должен был человек, который, сказали, мы не назначаем правительственной вселенной. А что такое я сделал, что я могу править вселенной? Я, извини, своей планетой не управляю. Как я могу править вселенной? Но он такого вопроса не задал. Он посчитал, что если назначают, он достоин. И поймали его ловушку. Понимаете? Вот в чем дело. И каждый человек хочет быть особенным. Но это нормально. Но для того, чтобы стать особенным, нужно дела особенные делать. Делайте. Трудитесь, пошите, так сказать. Нижайте свои силы и действительно вы достигнете его. Может, не будете править вселенными, но максимально развивайте себя. А кто его знает? Можете вселенную править. Но никогда вам придут сказать, а мы вас назначаем. Назначить невозможно. Вы должны уметь это делать. И знать, как вселенная устроена, как вселенная действия и так далее. Понимаете? Поэтому черненькие очень хорошо вызывают психологию. Потому что, особенно в нашем социальном системе, когда искаженный, в принципе, больной социальный организм, с моей точки зрения, когда человек затюкан, забит и так далее, ну это нормальное желание почувствовать себя особенным, специальным. Ну это нормальное желание. Но вот это нормальное желание очень быстро может превратиться в порог. Когда вот такие появляются, друзья, товарищи, и назначают правительными вселенными. Или назначают Архангельными Михаилами. Вот как читал перед этим. Вот и все. Поэтому здесь мой совет. Нужно и можно многое сделать. Просто сидеть и ждать в море погоды никогда ничего не произойдет. И тоже нельзя кидаться в драку, потому что хочу подраться, хочу воевать за светлое дело. Кидаться в драку и так далее. Для того, чтобы драться, но не хочу, не для обиды, а параллельно сказать, хочу так. Если младенец выйдет, возраст 4-5 лет, выйдет с игручным мечом на поле битвы, значит, что он победит. Он может победить только в случае, если у него будет возможности и понимание гораздо выше, чем те, кто с другой стороны сражается. Правильно? А если у него будет возможности понимания 4-5 летнего ребенка, то его даже при всем желании хорошего, желании за хорошее и доброе дело постоять, его размажут. И не посмотрят, что это ребенок. Понимаете, у черных нет жалости, у них нет сострадания и не может быть. Они говорят, а, значит, он в 4 года понимает, что к чему. Его нужно уничтожить, пока он не вырос и не стал понимать, что к чему. Так давайте его уничтожим, когда ему 4 годика или 5 лет. Вот что будет у черных. Они не скажут малышу, скажут, малыш, ты молодец, конечно, но пойди подрасти, а потом приходи, мы с тобой сразимся. Не будет такого. Черный такого малыша уничтожит. Поэтому для того, чтобы действовать, воевать, нужно хотя бы понимать, хотя бы разбираться. И в любом битве это сражение, это действительно никто не может гарантировать, пока вы ее не пройдете. Поэтому нужно понимать, что когда вы уходите на войну, это война. И что, так сказать, не значит, что вы победите, пока вы не победите. И каждый раз вы можете сталкиваться с противником, если правильно действовать, вы можете сталкиваться с противником своего уровня. Тогда у вас есть шанс, еще что вы победите. Но вы если сказать, а, это мелочь, пузатая, я сразу хочу войти на уровень Вселенной. Со всей Вселенной, да? Вот в этом случае, к примеру, то, что вы победите, практически нет. Поэтому нужно действительно много понимать и не нужно бояться, но не нужно слепо кидаться. Прежде чем что-то делать, нужно всегда четко понимать, куда и зачем. Следующий вопрос, пока еще есть, сколько у нас еще осталось, есть еще небольшой вопрос.